Музыка ТОС наиболее удобная форма локального волонтерства, деятельность которой определяется инициативой самих жильцов и в любом случае контролируется муниципалитетом. ТОСы возникают там, где люди начинают самостоятельно заботиться о комфорте, чистоте и красоте своего двора или даже микрорайона. ТОСовский труд преимущественно безвозмездный, причем свои мероприятия жильцы организуют и проводят полностью сами. Власть может только подсказывать, как сделать правильно и поддержать инициативу небольшим вложением в виде стройматериалов на благоустройство или ремонт общественно значимых объектов. В нашем случае в Десногорске пока не было случая инициативы жителей по созданию ТОСа. А между тем администрация нашего города не просто призывает наших жителей создавать ТОСы, но и предлагает необходимую помощь в организации общества и в его работе. Мы единственный город в Смоленщине, в котором нет ТОСов. Это общественное наше территориальное органы самоуправления. За ними соответственно будущее. Хотя это уже давным-давно, если не могу ошибаться, с 2006-2007 года практикуется в Российской Федерации. К сожалению, в Десногорске это не было сделано. Мы постараемся в 2018 году уже от теории перейти к практике. А для того, чтобы ТОС появился, это может быть подъезд, дом, два дома, микрорайон. Для этого необходимы активные граждане. Вот эти активные граждане, они же не просто старше по дому или еще как-то. Это те лица, которые могут привлекать финансовые средства, как бюджетные, небюджетные, различные гранты для развития своей территории. Будь это еще подъезд, дом или отдельно взятый микрорайон. Я думаю, что это будет интересно всем. И мы буквально где-то неделю-две назад приглашали сюда с города Урюпинска брендологов, которыми они занимаются. Интересные вещи они рассказывали. И попытаемся вот в нашем городе, но это опять уже, может быть, вперед забегает, где-то год 2018, через муниципальную практику, вот эти вещи тоже развивать. Потому что город хоть у нас молодой, но здесь есть определенные интересные вещи, которые, я думаю, будут интересны не только Смоленской области, а может, так сказать, и за пределы. Ну, а мы же все ребята и девчата, как говорится, амбициозные, да, и должны строить, как бы, грандиозные планы. И я думаю, что вот вместе, так сказать, единая команда, да, у нас все это получится. По-другому просто быть не нужно. Нашим инициативным десногорцам нужно прочитать и понять статью 27 из федерального закона 131, а потом отправиться в администрацию Десногорска за поддержкой. Субтитры создавал DimaTorzok